Праздник нам приходит на земле и под землей. Сегодня в столичное метро спускается Дед Мороз и Снегурочка, чтобы подарить Менчанам, а также гостям столицы праздничное настроение. Доброе утро! Пойдемте дарить праздник? Конечно! Очень неожиданно еду на работу, да. Немножко так сполошили, но настроение хорошее, да, доброе. Какое ваше пожелание в этом году всем Менчанам, а также гостям столицы? В первую очередь с любви, чтобы каждый любил, каждого любили. Всем добра, счастья, благополучия. Девочки-красавицы, скажите, как вам было такое поздравление с самого травмедра? Неожиданно. Очень классно, спасибо большое. Очень хороший подарок, очень радостно, очень люблю Новый год. Желаю успехов, желаю здоровья, победить все невзгоды, всех благ. Как только предложили мне побыть в образе Деда Мороза, я незамедлительно сказал да, потому что такую возможность подарить людям новогоднее настроение, улыбки, счастье, детишкам конфеты, ну это дорого стоит. На какой станции метро можно вас встретить в обычной форме? На станции парка Челескинцев. Площадь Франциска Богушевича и юбилейная площадь, вот там. Прекрасно, теперь мы знаем, где праздник будет круглый год. Во всем трём линии Минского метрополитена ходят Дед Мороз и Снегурочки. Ну, как правило, все очень живо откликаются, особенно дети, потому что и какие-то загадки, загадки Дед Мороз и Снегурочки. Они получают сладкие призы, живо реагируют и взрослые. Стараемся наш график строить так, чтобы было удобно всем пассажирам. В новогоднюю ночь Минский метрополитен будет работать до 4 часов утра. При этом обращаем внимание, что откроется 1 января Минский метрополитен также в 5 часов 30 минут, как и в обычные дни. Наступающий Новый год!